Людям нужно помочь, они не виноваты в нерасторопности военных чиновников. Так прокомментировал ситуацию, которая складывается в военных городках глава республики. Там же наши люди, там нельзя просто так вот заниматься перепиской. Поэтому я сегодня сказал, что невзирая на то, чья это зона ответственности, сегодня же принять все необходимые решения, если там нет топлива, топливо завести, снять стец, завести туда топливо, дать людям тепло, потом разбираться будем уже с военными. Кто чего и сколько наработал, через суды, если надо и прочее. Люди здесь ни при чем, они не должны быть заложниками этой ситуации. Помогая военным городкам, правительство Бурятии не забывает и о гражданском населении. Во время поездки в Москву, которая состоялась накануне, Вячеславу Наговицыну удалось напомнить чиновникам о необходимости строительства новой энергоцентрали. Конечно, сама по себе задача строительства, она такая перспективная, я бы сказал. Поэтому нельзя говорить о том, что появилась резолюция, в следующем году мы ТЭЦ-2 построим, потому что это дорогостоящая задача. Также главе республики удалось обсудить вопрос о газификации Бурятии с руководителем Газпрома Алексеем Миллером. При хорошем раскладе голубое топливо начнет поступать к 2020 году. Проект очень дорогой и, скорее всего, снижение тарифа на электрическую энергию он не даст. Однако правительство республики не отчаивается. Два предложения. Первое – это ввести нас в постановление правительства Российской Федерации в список субъектов, для которых устанавливаются не свободные тарифы на генерацию, а регулируемые. Регулируемые тарифы устанавливает ФСТ России. Таким образом, если мы войдем в этот список, то ФСТ будет устанавливать для нас эксклюзивный тариф. Второй вариант – влиться в энергосистему Иркутской области. Но соседнему региону это невыгодно. Они не спешат взять нас под свое крыло. Также Вячеслав Наговицын рассказал о встрече с министром образования России и прокомментировал, что будет с бурятскими вузами, которые признаны неэффективными. Любой из вузов может спокойно достичь тех параметров, которые есть. Ну и самое главное, что никто их закрывать не хочет. Задача поставлена перед ними. Еще один вопрос, который нашел понимание у московских чиновников в выделении средств на программу переселения из ветхого жилья. Необходимо 19,5 миллиардов рублей, чтобы переселить людей из зоны БАМ. Сейчас идут переговоры об оптимальном софинансировании. 95% из федерального бюджета и 5% из республиканского. Как сообщил Наговицын, правительство России в ближайшее время планирует начать новую стройку, которая будет называться БАМ-2. Но перед тем, как ее начать, нужно завершить старую. А без переселения строителей БАМа это невозможно. Надежда Хлыстова, Михаил Циренов, Новости дня. Поскольку у нас сейчас за счет...